Итак, в данном видео я бы хотел ответить на вопрос касательно драгоценных металлов, а именно, как их можно приобрести, каким образом, какие подводные камни и прочее. Конкретно свой опыт рассказать в этом аспекте и скажу больше, что данное видео будет продолжением вчерашнего видео, там где я рассказывал про то, чего ожидать от рынка драгметаллов вообще в будущем, в текущей пятилетке. Даже в текущей пятилетке, дефицит десятилетке, то есть в текущем десятилетии, иными словами. Но я, соответственно, по рынку драгметаллов касательно серебра ожидаю так или иначе выноса ценового. Причины выноса я во вчерашнем видео указывал, повторяться здесь не буду. И данное видео, которое я сейчас записываю, оно будет техническое, но я примечание сделал небольшое. Перед входом в эту сделку вы должны сами обдумать наперед, будет ли цена расти, какие драйверы для этого есть. Вы должны, повторяю, сами все это обдумать, обмазговать. И, как следствие, сами должны решиться, исходя из своих соображений, а стоит ли это вообще делать и какие риски в этом есть. Давайте начнем с того, что покупать драгоценные металлы можно как через отделения государственных банков наших. Это, как правило, зелененький банк на буквку «С» в его центральных отделениях во многих городах нашей страны. Но там есть определенный нюанс. Смотрите. Напишем сразу. Вход. Это вход в сделку. Первый вариант – это физ-металлы, физические металлы. При входе в сделку вы сразу теряете 20%. Это НДС. Налог на добавленную стоимость. Плюс 1% комиссия банка. То есть вы при входе в сделку теряете уже 21%. Другой нюанс этого же вопроса. При покупке тех самых драг-металлов, если вы уверены в их росте, если вы сами проанализировали тщательно этот вопрос, а не послушали кого-то, то есть вы должны сами это обдумать, обмозговать в первую очередь. Вы должны понимать то, что драг-металлы, они быстро никогда не растут. Они копят импульс перед ростом. И как следствие, может придется порождать год, два, три, пять лет, чтобы поймать этот 100, 200, может 300% рост того или иного драгоценного металла. Я сейчас говорю конкретно про серебро, потому что мои целевые цены по серебру это 50 долларов за унцию. Вторая цель это 80 дефис 100 долларов за унцию. Ну а если произойдет то, что я говорил во вчерашнем видео, мы можем увидеть и серебро намного выше, чем оно стоит сейчас и чем оно будет стоить в будущем. То есть выше сотни. Соответственно и при выходе из сделки напишем выход у любого банка, российского госбанка, и желательно вообще продавать им потом свою серебру, имеется спред. Спред это разница в курсах, то есть они продают серебро по одной цене, то есть драгоценный металл по одной цене, покупают и по другой. Как правило спред равняется примерно 15%, 15-20%, то есть выход из физических металлов равно... То есть представим, вы заработали уже к примеру там 300%, вот условно пофантазируем, да? Смотрите, 300% это ваша прибыль от той зоны покупки, где вы физический металл приобретали. То есть смотрите, представим то, что вот в этом диапазоне, вот видите, в первом пункте, вы физический металл приобретали, допустим, серебро по... Когда его биржевая цена была 25 долларов за унцию. Соответственно, ваша средняя цена будет не 25, она будет примерно там 28-29. Это с учетом НДС и комиссии банка, то есть такая вот небольшая наценочка есть. С учетом всех издержек. Другой нюанс, при выходе из сделки, допустим, вы поймали 300%, допустим, серебро стоит уже, пофантазируем, там 120-130 долларов за унцию. Соответственно, и банк будет принимать тоже с определенным дисконтом серебро. То есть этот ваш рост 300%, вы можете спокойно вычитать минус 20%, получается у нас 280% ваш рост и минус 13%. Это уже НДФЛ. То есть на выходе вы тоже немного недозарабатываете. Вот, и получается итоговая ваша прибыль с выхода сделки, ну, примерно 267%. Но на самом деле тоже неплохо. Потому что это, на мой взгляд, единственный вариант, как можно входить в драгоценные металлы. То есть входить и, скажем так, гарантированно их удерживать в качестве своей позиции. Ну вот еще раз, 20% это спред в банке и 13% это НДФЛ. Выход уже 267% ваша прибыль. Вот. Другой нюанс, как можно вообще драгоценные металлы приобретать, это если вы квалифицированный инвестор. Опять же, если у вас капитал там 5-10 миллионов рублей, да, если вы подтвердили то, что вы квал вашему брокеру, то, соответственно, приобретать можно ЕТФ. Но, знаете, я ЕТФ не доверяю. Я не доверяю этим индексным фондам. Я не доверяю ОМС. Про ОМС, кстати говоря, еще поговорим в этом видео. Про индексный фонд ЕТФ. Вот смотрите, если вы квал. Есть индексный фонд, который называется ЕТФ Сильвер. Сейчас, секундочку. Квал. То есть, видите, цветоча ЕТФ. Равно. Там наценок нету. Там нету налога в виде НДС и прочего. Там есть определенная комиссия этому индексному фонду. Комиссию, честно говоря, я не знаю, какая там. Может, процент, может, 2%. Везде по-разному. Каждый фонд берет свою комиссию. Но при входе в сделку вы ничего не теряете. Просто купили ЕТФ и держите. Но еще раз скажу вам, что ЕТФ равно риск. Одно неверное движение управляющего фондом, и ваши электронные контракты, купленные на тот или иной драгметалл, они обнулятся. То есть, вы потеряете на этом. Если купив физические, грубо говоря, слитки, вы можете на них, вы можете их потрогать, пощупать, понюхать, потискать. Не важно, что вы будете с ними делать, но аккуратно с ними обращаться. Вы их потом можете просто взять и вернуть в тот банк, где их покупали ранее. И вам потом еще деньги эти возместят, то есть вернут. То есть, вы заработаете. Условно говоря, вложили вы там миллион. При выходе сделки вы заработаете там еще два с половиной миллиона. Поверх этого миллиона тела капитала. Я отусловно говорю. То в ЕТФ реальные риски есть. Я поэтому индексными фондами в них не вхожу. Потому что имелся не мой опыт, а опыт, так сказать, одного человека, с кем я общаюсь с Тесом, тоже трейдер. Где индексный фонд просто провалился. Все. Деньги, пшик, их не стало. Все эти электронные контракты обнулились. Имейте в виду. Далее, другой нюанс. Вот задает вопрос, мол, слитки. Не слитки, а монеты. Ну, знаете, я монеты никогда не покупал на самом деле. Вот не могу сказать что-то такого особенного. Потому что потом монеты трудно продавать. Ну, придает, напишем, монеты, да. Легко купить, но сложно продать. Ликвидность тут крайне низкая, чем с теми же самыми, к примеру, слитками. Вот монеты, да. На самом деле, вот по моему личному наблюдению, по общению с другими людьми, которые занимаются так же, ну, коллекционированием металлов, там, покупкой, вложением, инвестициями в эти драгоценные металлы. Вот я с ними общался тоже раньше, так сказать, просто по товарищам, ну, как коллеги по биржам, скажем так. Они тоже трейдеры. И у них проблема всегда возникала с возвратом этих монет. То есть не все банки эти монеты назад принимают. Это надо помнить. То есть монеты не ликвидны. Не ликвид. То есть их трудно потом вернуть назад. Купить легко, а вернуть трудно. Другой нюанс. Это ОМС. Обезличенный металлический счет. Насколько я знаю, он открывается во всех госбанках, кроме синенького госбанка, первая буква его В. Вот. Но в зелененьком госбанке он открывается. Но и тут есть нюанс. Вот почему я ОМС не стал на него акцентироваться. Потому что, во-первых, нет. АСВ. Это во-первых. То есть в случае, ну скажем так, форс-мажорного хода ситуации в экономической деятельности страны. Вот представьте, что такое эдакое, не дай бог, произошло. Под раздачу попадают всегда госбанки. То есть банковский сектор попадает всегда под раздачу. Соответственно и в случае, если что-то такое эдакое произойдет, а этого исключать нельзя. Потому что я еще раз напомню. Один нюанс был на закате Советского Союза. Когда зелененький госбанк, на тот момент, что он был государственной полностью. Ну вы знаете, про что я говорю. Все советское население, которое вкладывало туда деньги, облигации, вклады и прочее. И эти деньги потом не вернули. И по сей день не возвращают. То есть деньги ушли с концами. Эдакая форс-мажорная ситуация получилась. Поэтому не надо уповать на то, что вот это госбанк и все с ним будет хорошо. Я напомню еще раз. Имейте четкий диверсифицированный ваш портфель. Нельзя все деньги вкладывать именно на биржу. Ни в коем случае. Вот я, я уже, так сказать, какую-то сумму средств вывожу. И выводил еще раньше. Я никогда всем деньгами не лез, в принципе, на фондовый рынок. Потому что понимаю, что нет гарантии того, что что-либо эдакое не произойдет. И они, эти брокерши, считать, тем более не застрахованы. Это надо тоже помнить. И ОМС тоже не застрахован. Нету АСВ. Поэтому, как следствие, если что-то эдакое происходит, форс-мажорное, то, чего мы не можем предположить, вот, оно как лебедь черный прилетает и по шарам дает, то все те электронные контракты, какие у вас имелись на ОМС, они возьмут и обновлятся по щелчку пальца. Вот так вот. Это первый нюанс. Второй нюанс там тоже, насколько я знаю, имеются спреды на ОМС. Но эти спреды, они ниже, чем спред на физические металлы в отделениях банков, госбанков. Вот. Но, повторяюсь, это основные минусы именно ОМС. Еще раз, нет АСВ. Это проблема. Но плюсы ОМС, это ликвидность. Пришли, купили, то есть через мобильное приложение, и сразу продали. Например, вырос там драгметалл ваш, который вы покупали, и продали его там, условно говоря, с прибылью. Единственное, что вы заплатите потом, это налог, 13% в НДФЛ, и все. Но продать вы сможете быстро. То есть без проблем. Но минусы ОМС перевешивают. И вот другой нюанс, который меня чаще еще спрашивают, это фьючерсы на серебро. Вот смотрите, я как понимаю, фьючерсы... Вот смотрите, фьючерсы это самый рисковый актив из всех. Даже не актив, это не актив ни в коем случае. Это контракт. Смотрите, любой фьючерс имеет экспирацию. То есть, если я, к примеру, ожидаю, что серебро выстрелит на горизонте ближайшей пятилетки, даже, может, еще ближайший год, два, три, вполне себе реально, то фьючерс, он будет экспирироваться каждый раз. Сейчас, вот по серебро я это точно не знаю, то ли каждый месяц, то ли каждые три месяца. Врать не буду, не помню. То есть, соответственно, чтобы не попасть в просаг, вам нужно будет фьючерс продавать. То есть вы купили, например, там по 25 долларов за фьючерс, да? А он на момент экспирации будет стоить, там, не знаю, 22 доллара. Вы продаете его в убыток. Нужно ли такое? Я думаю, что нет. Поэтому, как следствие, фьючерс... На почерк, как у врача у меня, обалдеть, на серебро. Отпадает. Отпадает. Реально, почерк, как у врача. Супер. Мне нравится. Надо было идти в медицинское училище. Вот там бы я себя точно нашел. Но не суть. Так что фьючерс... Отпадает. В итоге всегда взвешивайте все за и против. То есть, ищите целесообразность, ищите рентабельность. В вашем видении в рынке, имеется в виду. И подчеркиваю, если вы, например, интересуетесь драгметаллами, в принципе, чем я считаю, стоит интересоваться. Потому что нельзя ни в коем случае только вкладывать деньги в электронные контракты, в электронные акции и прочее. Потому что, знаете, живя вот в нашей стране, я прекрасно понимаю одно. Что кинуть могут в любой момент. И чтобы не остаться за... Точнее, у разбитого корыта, нужно диверсифицироваться в любом случае. Даже если вы спеку... Вот я спекулянт, к примеру говоря, да? Но я не держу все деньги на рынке. Не держу все деньги именно там. Там у меня лишь спекулятивная часть капитала, которую я вот... На которой я приобретаю акции по одной цене, или там валюту, или там американские акции, неважно, или российские. И по другой цене их продаю. Все. Тем самым получаю прибыль. Но вот, к примеру говоря, я вам еще раз напомню, что скоро встанет вопрос. Жесткий, самый лютийший вопрос. Не о заработке денег, а о сохранении тех денег, которые вы уже заработали. О сохранении покупательной способности. На эту тему я даже неоднократно делал видео. Вот. Недавно это видео я делал, по-моему... Вот. Вот здесь. Вот неделю назад я делал. Вот видите? Физический портфель называется. И я это, опять же, не просто как от балды говорю. Мол, что бы сказать? Как на какое-то видео снять, чтобы просмотры получить? Нет. Как бы вы имя доверяете, а я вам все это рассказываю. И я вам привожу примеры. Те проблемы экономические, какие имеются сейчас уже в мире. И они просто так не исчезнут. Эти проблемы. Решаться все будет самым лютым образом. Смотрите последнее видео. Вот это. Вчерашнее. Где 11 тысяч просмотров 19 часов назад. Поэтому, так или иначе, физический портфель активов надо иметь. Если у кого денег хватает, то... Если у кого там капитал, не знаю, там 10-20 миллионов, то обратите внимание на... Ой, как драгметаллы, может даже недвижку. Опять же, в моряковом городе вы живете. Если в Москве живете, то ждите недвижимость по 200 тысяч рублей за квадратный метр. С нынешних 220 тысяч. Потому что она еще снизится в своей цене. Движка. То есть, когда хайп спадет, а хайп спадет именно... Когда в июне-в июле государство уже будет сокращать программу стимулирования ипотечного кредитования. Ну и, соответственно, Центральный банк ту же ставку сейчас повышает. Этот рынок недвижимости в стране охлаждает. Вот. Он примерно вырос на 40 тысяч рублей квадратный метр. То же самое в Москве, да? Соответственно, откат там на 15-20 тысяч ожидать следует. То же самое, что и в Петербурге. Откат тоже следует ожидать. Я по таким прохожу сейчас... Прохожусь большим городам нашей страны. То есть, малые города я вообще не трогаю. Большие города, то есть, мегаполисы, метрополии и все вот эти. Вот. То, что ликвидно. То, что можно потом продать. Ну и, соответственно, я убежден, что в драгметаллах. Конкретно именно серебро. По поводу золота. Я его не беру. Его брать я сейчас не собираюсь. Оно будет еще снижаться. То есть, цели ниже есть. Но конкретно по серебру, вот, опять же, мой личный взор. Я не претендую на правду. Если вы планируете в эту сделку войти, сами рассмотрите этот вопрос. Изучите его более подробно. Те или иные аспекты. Но по серебру потенциал снижения ограничен. Потому что серебро уже и так отстает от золота. Потому что по показателю серебро, деленное на золото, там очень гигантский спред находится между этими двумя драгметаллами. Соответственно, один драгметалл, другой драгметалл, будут нагонять в цене. Это лишь вопрос времени. И ставку на это я делаю. То есть, на серебро. Но, повторяюсь, это не является никакой инвестиционной рекомендацией. То есть, сами этот вопрос изучите и, так сказать, сами решитесь. Вот. В остальном же, вот, отвечая на вопрос, если душат жабы, что делать? Ну, это в плане налогов, в плане комиссии и прочего. Просто смотрите, другого варианта я лично наблюдаю. Потому что большинство людей никак не является квалами, да? И идти в ТШМ, даже если вы являетесь квалом, идти в ETF, в индексный фонд, на рисковой затеи. Потому что я, например, сам в одно время общался с управляющими активами. Но я не скажу, что они, ну, скажем, как-то халатно относились к своим позициям. Нет, ни в коем случае. Нормальные ребята. Но у каждого управляющего активом как бы свой взор на рынок. Понимаете? Один может грамотную ставку дел, правильно. Другой может обосраться. Ну, главное, чтобы он потом признал, что он обосрался. Потому что есть те, кто не признает этого. Это проблема потом. Вот. И, соответственно, когда управляющий активами обсирается конкретно, вот обосрался он, теряются деньги этого фонда. И, как следствие, я фондам из-за этого не доверяю. Потому что там человеческий фактор, он просто самый лютый. Но без человеческого фактора тоже не получится. Потому что только торговые роботы, так сказать, только торговые роботы запускать в эту деятельность тоже глупо. Потому что, что-то даже в рынке паника, все. Торговые роботы уже ничего не смогут сделать. Я, в принципе, сам тоже видел, как они функционируют, как они работают. То есть, уповать только на них смысла нет никакого. Вот. Поэтому я, с вами меня, по данному вопросу высказал. Надеюсь, это видео было полезным для вас. Вот. Поэтому я делаю ставку на физические металлы. Цели, в принципе, я указал еще раз. Смотрите последнее видео. Вот это видео с таким громким названием я сделал, чтобы вот была интрига, что в этих 47 минутах находится. Просто посмотрите и многие моменты, многие, скажем так, ответы на вопросы вы получите. На этом все. Ах, да, и последний тоже нюанс. Вот только что написали мне комментарии, мол, а почему не акции компаний, которые добывают драгметаллы. Смотрите, то, что они аккумулируют деньгами, это хорошо. Но в рыночную панику они все равно падают, 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 падают. Вот эти все компании, которые занимаются добычей драгметаллов, там золото, серебро и прочее, неважно. То есть, уповать только на них, я считаю, смысла нет. Потому что я сейчас опираюсь чисто на свой опыт. И в данной ситуации я все равно предпочел бы лично я иметь при себе все-таки то, что можно потрогать, формировать физический портфель. Потому что я убежден, что скоро он себя отработает полностью. То есть, механизм этого всего процесса, еще раз, можете посмотреть вот здесь вот. Почему я считаю, что будет так, как я вам говорил, как вам говорил уже последние, ну, последние месяцы в это видео. Смотрите, там такая пирамидка нарисована, да, будет в этом видео. Там я подробно все вам объяснил. у нас имеются медиаресурсы в каждом закрепленном сообщении под каждым видеороликом. Третий пункт это все наши телеграм-каналы, то есть канал про рынок акций, канал про сырьевой рынок, канал про рынок облигаций и канал про банковский сектор. У нас также имеется инстаграм-канал, где выходит технический канал, обучающий посты. Там выходит, в принципе, все то же самое, что выходит на ВКонтакт-группе и в телеграм-каналах, то есть отзеркальная версия наших ресурсов. Но при этом в инстаграме еще выходят некоторые видеоролики, то есть ответы на вопросы в качестве видеоформата. И последнее это ВКонтакт-группа там тоже выходит новость, аналитика, обозрение, теханализ, идеи по рынку и прочее. То есть все то, что, повторяюсь, рекомендацией не является. То есть ваши деньги это ваша ответственность. На отрабатывая свои личные сделки, я ставку так иначе денежную делаю. На этом все. Помните, что мы все обречены на прибыль, лишим время и грамотная стратегия нашей главной союзники. Благодарю за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова